Всем привет! Сегодня поговорим о программе Multiboot USB. Ну, прямо вот вживую я вам сейчас её и покажу. Вот её значок у меня выведен на нижнюю панельку. Просит она пароль, заводим ей парольчик, единичку. Вот так простенько программка эта выглядит. В то же время, значит, у меня есть флешка, буквально крохотулечная, на 4 гигабайта. И на неё, значит, я хочу поставить вот эти вот три изообраза. Моя сборка Linux, которую я создавал программой SystemBug, последний Linux Mint Sonomon 19. Крохотулечная сборочка новой версии Slux, как говорится, специально для флешек. Ну, и поисковичок операционных систем. Всего это, значит, у нас займёт, ну, где-то там 2,6 гигабайта. Размеры самой флешки. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, вот, флешка, он пишет, на 4 гигабайта. То есть, к ценамону ещё можно будет даже и кладовочку приделать. Вот таким вот образом. Значит, ну что, давайте, значит, что нужно сделать первым делом. Ну, вот я флешку вставил. Значит, есть стандартная программа. Вот, форматирование USB флеш-накопителя. Вот здесь вот набираете 3 буковки USB, и она вот здесь появится. Вот её значок у меня. Значит, ну, что нужно сделать? Вот, пожалуйста, мы отмечаем флешку нашу. Тут она уже показывает, что 3 гигабайта, да, без разницы. Вот в названии я уже не раз обжигался на русских символах, поэтому я их все убираю. Или английский, или просто 3 цифры. Я обычно делаю 3 цифры, чтобы в любой раскладке всегда можно было, как говорится, набрать. Форматировать пароль, ну, единичку. Вот так, пусть она себе всё это дело и форматирует. Всё сделано. Закрываем. Теперь вот здесь. Флешка определяется обычно у меня лично. Не как SDD, а как SDD1. Вот. Теперь пойдём в папочку за образами и поищем эти образы. Так, поднимусь-ка я наверх. У меня это дело было на рабочем столе. А папочка, вот, мультибута. Для неё все эти образы подготовлены. Вот. Ну, скажем так, можно в любом порядке всё это дело делать. Поэтому смотрите сами. Значит, ну, пару раз у меня получалось так, что супергрупп поисковик у меня не получалось... После него ничего не получалось ставить. И поэтому, вот, по последнему он вставал нормально. В чём там дело, я не знаю. Ну, давайте, вот, пойдём, как говорится, от большего к меньшему. Поставим вначале Linux Mint Cynomon сборочка. У меня там на 2,2 гигабайта. Гигабайта. Открываем. Вот видите ползуночек. Вот это вот называется кладовочка. То есть, это размер пространства, которое будет выделено помимо сборки. На котором, значит, можно какие-то там документики маленькие там помещать, хранить прямо на флешке. И они будут сохраняться. Если вы не будете пользоваться разделом Persistence, то у вас получится флешечка Live. Тогда в этом режиме вы сможете эту сборку записать. Но изменения на ней после перезагрузки не сохранятся. В режиме Live хорошо ползать по всяким значным, злачным местам, где можно нацеплять кучу вирусов. А после перезагрузки, значит, изменений на ней оставаться не будет. Потому что в режиме Live. Вот разница между режимами Live и Persistence. Я же делаю себе небольшую кладовочку, там на 500 мегабайт. И нажимаю на установить. Вот. Соглашаюсь. И вот тут. Прогресс бар. Вот на нем написано. 0%. Ну вот. И пусть себе прогрессирует. А я немножко, как говорится, подожду. Итак, запись из образа на флешку закончена. Вот один из образ мы сделали. Давайте запишем второй. Это у нас будет слакс. Это мини-линукс. Там, вон, видите, размер там всего лишь там 200 мегабайт с копейками. Ну, вполне полноценный линукс. И он нормально, как говорится, работает с флешки. Ну, там много на него чего не поставишь. Но, тем не менее, там броузер есть. Текстовый редактор есть. Все самое необходимое есть. И с флешки работает. Вот, нажмем на кнопочку «Установить». Тут возможности кладочки к нему добавить нет. Но у него эта возможность есть сама. И там при старте я вам одну тонкость покажу. При старте с флешки, как выскочить на любой из режимов. Или на режим без сохранения изменений. Или на режим с сохранением изменений. Значит, ну, сами видите, пишется довольно-таки быстро. Вот, запись закончена. Отметим, что окей. Ну, и давайте выберем наш последний образ. Это будет у нас наш поисковичок операционных систем. Супер, групп, два, там, гидрит, ангидрит. Вот. Запишем его. О, где-то делаю двойную работу. Нажму «Conseal». А, нет. Ну, хорошо. Вот. Открыть. И нажму на «Установить». Соглашусь. 20 Мегабайт. Это там моментально он сейчас этот образ запишет. Вот, все. Уже записал. Так что, значит, вот на флешку мы все, значит, эти три изообраза записали. Поэтому можем теперь просто закрывать эту программу. Так, я сейчас перезагружусь. И уже буду вести запись, как говорится, с флешки. Посмотрим, как на разных там режимах она работает. Вот. Так что, вот таким вот образом переходим к следующей части нашего видеоролика. Итак, вот так вот выглядит менюшка у флешки. Первая графа – это загрузка жесткого диска. Выходите на жесткий диск и там выбираете, что вам нужно. Это вот поисковичок операционных систем. Сюда они еще в окно и вот плоп. Вот загрузочный менеджер загрузок, плоп. Вот наш Linux, Slugs и наш поисковик операционных систем. Ну, давайте вот загрузимся. Нажмем на Linux. Значит, видите, загрузки созданы. Из-за образа создана программа AssistantBug. Они, как говорится, нормально работают. Грузятся. Вот начала грузиться сборка Linux. Linux Mint Sonomon 19. Ну, вот, как видите, Linux Mint Sonomon загрузился. У меня к нему планка приделана вот таким вот образом. Запускается только так вот. Ну, на экранчике вы, может быть, и не увидите нижнюю панель. У меня все-таки мобильный телефончик. Он весь экран не охватывает. Ну, главное, юмор понятен. Теперь перезагрузим систему. Вот, перезагрузить. Давайте пойдем на Slugs. Вот, Slugs. Это mini Linux. Но тут есть нюанс. Вот, тут надо очень быстро нажать клавишу Esc. После того, как будете входить. Вот я нажимаю, значит, вот на Slugs Enter. Оп. И сразу нажимаю на Esc. И вот, видите, первый режим с сохранением изменений. Вот, поскольку нам, как говорится, здесь это все без лампочки. До лампочки. До лампочки. Вот. И Slugs начинает грузиться. Это очень нормальная, достойная операционная система, построенная по модульному принципу. Я раньше ею пользовался. Я раньше пользовался. Потом у них на сайте наступил застой на 3 или на 5 лет. А тут вдруг на свой email получаю, значит, сообщение, что эти ребята, значит, опять начали, как говорится, поддерживать данную сборку. Ну, вот, скачал ее для ознакомления. Вот. Самое-самое необходимое. Текстовый редактор, калькулятор, файловый менеджер, веб-браузер. Это подключение к сети. Ну, и так далее. Я вам достоинства, значит, Slugs тут рассказывать, значит, не буду. По сети, значит, там поищите, посмотрите, что это такое. Ну, могу сказать, что на сегодняшний день это один из самых миниатюрных Linux, которые я знаю. Ну, может быть, еще в папе Linux тоже маленький дистрибутив. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Давайте, значит, посмотрим, что у нас поисковичок позволяет делать. Вот я нажимаю на рестарт. Вот такое у него звучание. Коротенькое. Ну, и давайте пойдем на поисковичок. Значит, вот эта крохотная программуля, которая называется Super Group 2, диск, гибрид 2, там, и так далее. Вот она позволяет в большинстве случаев загрузиться с операционной системы. Бывают такие случаи, когда на экране сообщение, что no operation system found, не найден операционной системы. А вы точно знаете, допустим, что у вас там и Винда стоит, и Linux стоит там. А он не грузится, и все. Вот для таких случаев, вот на загрузочной флешке у меня всегда стоит вот эта крохотулечная программа, она там 20 мегабайт занимает. Нажимаете на нее. Ждете. Значит, тут даже можно выбрать вот русский язык. Вот русский язык здесь. И вот эту первую строку, а поделите, показать варианты запуска, нажимаете Enter. И, значит, придется подождать. Значит, вот тут ошибку выдает, там, та-та-та. Дальше. Жмем дальше. Нажимаем Enter. Ну, и в конце концов, вот он нам выдает менюшку. Ну, а теперь давайте посмотрим. Это вот уже мой жесткий диск проанализировал. Значит, ну, что у меня тут есть. Ну, допустим, на девятом разделе у меня имеется PC Linux. Ну, давайте мы попробуем его стартануть. Какая разница-то? Вот он идет на поиск Linux, который у меня установлен на моем жестком диске PC Linux. Ну, ищет его. Ну, и сейчас попробуем подключиться. PC Linux – это операционная система, которая, значит, основана на RPM-пакетах. Самообновляемая. Ну, в общем, хорошая штука. А, тут я пароль, по-моему, да, тут нанееет пароль две единички. Ну, тут, скажем так, самое важное – это просто показать, что… Видите, он нашел эту операционную систему, и вот он, скажем так, ее загрузил. Вот все, что я, как говорится, хотел сказать о программе супергрупп гидрид, там ангидрид и так далее. Ну, а по-русски я называю ее поисковичком операционных систем. Вот и все. Значит, ну что, ну вот выйти, вот включение. Ну, ждем перезагрузку, да. То есть, вот видите, вроде бы и флешечка-то крохотулечная. А на ней, значит, у меня стоит два Linux и программа поисковичок операционных систем. Ну, а если мне нужно загрузиться с жесткого диска, то, пожалуйста, вот я иду, значит, на первую строку «Загрузка жесткого диска». Нажимаю на… вот Linux у меня 18.3, я им чаще пользуюсь вот таким вот образом. И у меня начинает грузиться с жесткого диска, значит, Linux Mint Cenomon 18.3. Ну, я считаю его на несколько более стабильным, чем 19. Ну, или может просто к нему уже прикипел. Без особой разницы и 19 хорош. Вот. Вот, просто ждем загрузки. Итак. Ну, вот все, Linux у нас загрузился. Вот таким вот образом. Ну, переходим к последней части урока. Итак, откуда же скачивать, откуда же можно скачать программку эту «MultiBoot»? Вот я вам показываю на моем сайте, а ссылка на мой сайт имеется под каждым моим видеороликом. Идете на кладовочку «Крок». На «Кроке», значит, у меня имеется такая вот штучка, программа для Linux. Для Linux. Идете сюда. Ну, и давайте. Так. Запись «Иза» на флешку, называется, на строка. Есть вот флешки для винды и для Linux. Вот флешки для Linux. Вот тут и имеется, значит, сама вот эта программулина 5,9 мегабайта. И поисковичок операционных систем. Супер Групп 2, там, диск Гибрид 2, там, и так далее. Можете скачать, значит, с моей кладовочки. Можно, значит, скачать вот так вот в поисковой строке. Заведете вот это словечко «MultiBootUSB». И он у вас откинет вниз. Тут он сделан, эта программа, кроссплатформенная. То есть, она работает и на винде, и на Linux. Значит, вот нажимаете на кнопочку «Загрузить сейчас». И выбираете, значит, вот, пожалуйста. Это вот для винды. Это, значит, дебяновский файлик имеется. Ну, ради бога, выбирайте любой другой. Имеется ещё и RPM-овский файлик. Это вот для SUSE, там, для Fedora, для PC Linux. Пожалуйста, тоже имеется вот такая штучка. Имеется даже в формате TAR-газет. Выбираете, качаете. Значит, про слакс можете почитать вот здесь. Также наберёте просто «Слакс». В поисковой строке. И попадёте вот на «Слакс.орг». Здесь также, значит, пожалуйста, смотрите. Есть введение. Воспользуйтесь там переводчиком. Значит, и там почитайте. Когда пролистаете вниз, вот будет такой опцион. Значит, 64, 32, и «Слакс» IPXE. Я качал вот этот. Вот. Образ 263 мегабайта. Абсолютно крошечный, иголочный, малюсенький, нюсенький. Вот. Ну, на флешку, как говорится, ставится. Сеть цепляет и даёт два варианта работы. Значит, или с сохранением изменений, или без сохранения изменений. Значит, вот ещё раз подчёркиваю вам, что, значит, режим сохранения, сохранением изменений, персистент. Это когда вы зашли на флешку, что-то там подделали, там какой-то документчик там небольшой, сохранили, выключили операционную систему, снова с флешки перезагрузились, зашли обратно, и у вас этот документчик остался. Этот вариантчик вот для людей, которые хотят что-то там небольшие заметки там свои оставлять на флешке. А «LIF» режим, если вы зайдёте, то чтобы вы во время сеанса на флешке не сохранили, после перезагрузки у вас там ничего не останется. В этом режиме очень хорошо ползать по всяким разным помойкам, по злачным местам и так далее, потому что после перезагрузки никаких изменений там не будет. Поэтому, видите, не зря были придуманы эти два режима, и нужно уметь ими пользоваться. Ну, вот на этом я считаю, что познакомил вас, значит, немножко с программкой «MultiBoot». Хорошая программулинка, значит, вот отсюда, значит, её можно скачать. Ну вот, показал вам вживую, как там она работает, в разных режимах и так далее. Ну, думаю, многим эта информация будет полезная. Поэтому я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго, всяческих успехов и до новых встреч!